Ну, наконец-то этот день настал, и тут у нас виднеется гигабайт гейминг оуси 1660. Ооо, трехвентиляторный монстр, стоимостью 18500 на моем операционном столе. Доброе время суток, друзья, на связи был Cine, и сегодня я хотел бы вам наконец-то показать, что у меня новая видеокарта. Это GTX 1660 от Гигабайт, покупалась она в магазине DNS за, ну, как сказать, за, в принципе, нормальные деньги. За сколько? За 18499. На том же Computer Universe цена отличается не сильно. А учитывая, что там доставка платная, то цена сводится, ну, типа, разница сводится к нулю. И заказывать из бугра не имеет никакого смысла. Я, конечно, в магазине ее уже смотрел, но надо сделать скидку на то, что я не смотрел ее полностью. То есть я просмотрел, что она как бы существует в этой коробке, и то, что меня не пытаются обмануть. Но, чтобы прям смотреть, такого, конечно, не было, да и времени на это, ну, как бы совершенно нет. Давайте вон, обойки получше поставим. Следующие обои. Во. Ну, и давайте распаковывать. Тут у нас написано, что поддерживает шейдеры Tewing, GDDR5 память, DirectX 12 и технология Anselot NVIDIA. Также о том, что здесь RGB, то, что это VineForce, то, что это разогнанная версия завода. Сбоку у нас ничего интересного. Сверху у нас просто надпись Gigabyte. Здесь у нас серийный номер, который ничего не дает. И здесь у нас написано, чем видеокарта хороша. Это то, что здесь 3 вентилятора. Можно было сэкономить взять 2, но разница в 1000 рублей. Знаете ли, лучше переплатить в данном случае. То, что логотип светится Rainbow Dash. И то, что защитная Backplate панель. О том, что можно скачать драйвера. И то, что NVIDIA Highlights тут поддерживается. А вот я только не учел одного. Как бы вам сказать. У меня монитор вот этот и этот. Это даже не HDMI. То есть даже этот не HDMI. Вот этот вообще VGA. А, и как в новую видеокарту ставить новый... В новую видеокарту ставить монитор? Я не представляю. Но, ладно. Как-нибудь справимся. Давайте откроем ее. Я, пожалуй, сделаю это как можно более безопасно. Видеокарта на минуточку пришла мне на смену с GTX 960 на 4 гигабайт. И тут, кстати, будет сравнение. Ну, то есть в следующем ролике будет сравнение. Давайте его перевернем. И попытаемся... Вот, вроде бы отсюда открывается. Как я не люблю открывать все эти видеокарты. Да и вообще новые вещи. Ну, вернее, я-то люблю этот процесс, но... Когда коробка логически открывается. А когда приходится вот так... Это, конечно, не очень. Тут у нас написано маркировка. И что-то подобие фаза Украины. Казалось бы, причем тут она... Ох! Ох! В коробке больше ничего нет, но пахнет она... Ох! Новые вещи. О, ну тут у нас, конечно, все шикарно. Здесь у нас подписано, что гигабайт. И гигабайт. Здесь у нас что-то есть, кстати. Отложим пока. Вон, кстати, от микрофона еще коробки лежат. И вот она. Ты. Чудо света. Которое... Помогут мне играть в Division на ультра настройках. И здесь у нас больше ничего нет. Давайте коробку уберем. Даже коробки-то бросать неохота. Ну, здесь мы уже проверяли. О том, что... Видеокарта как бы... В нормальном состоянии. И вот она. Три вентилятора. Можем, кстати, увидеть. Тепловые трубки. И технологию прокрутки. Пока все это не грязно. Это, конечно, классно смотреть на все это. Шикарно. Шикарно. Так. Вот тут у нас подсветка. Здесь написано GeForce GTX. Гигабайт. Конечно, в моем... Ну, не самом хорошем корпусе. Ну как. Он дает все возможное, чтобы ставить сюда необходимые вещи. Но в плане внешности он, конечно, не очень. Но, знаете, покупал этот компьютер не я. И, в принципе, как бы... На тот момент покупка нового корпуса была просто не нужна. То есть, у меня был еще... Железный такой, знаете. Он был прям вообще ужасный. И тогда вот сменили мы его на этот. При покупке 960. Да. Ох. На самом деле, это очень классные эмоции. В том, что видеокарты с моим участием никогда не покупались. То есть, у меня была 960. И 760, которая впоследствии сгорела. И... Кстати, видеокарта легкая. Ну, то есть, прям вообще легкая. То есть... Как вам передать-то? Ох. Ну, в общем, все сделано, чтобы показать мощь и силу GTX. HDMI. DisplayPort. Да. Сейчас будем комп выключать, отсоединять. И уже устанавливать новую видяшечку. Дя-дя-дям. Давайте, не переключаемся. Сейчас все будет. Ну, тут как бы вы понимаете, да, насколько все грязно. Но... Вот моя старая... 760. Сейчас мы ее вытащим. Главное не сломать, пока я ее вытаскиваю. Знаете, самое интересное... Ну, как вам сказать... Помимо того, что... Может, и не влезть. Я вот тут... Задумался об этом. Тут еще, как бы... Ну... Я не знаю насчет блока питания и хватки там 8 пин. Да. В общем, решил я дать это более умеющим людям, в виде моего папы. Поэтому... Ну, там, в общем, откручивать надо. Я подумал, что... Больше там ничего нет. Это у нас Graphic Car Quick Guide. И... Аурус. Аурус. График, Дерайверс и Утилити. Мда. Ну... Первое включение. О! О! Вот гайкипта светится! Гигабайт. Даже можно фото сделать вот такую вот. Изображение пока не подается. И, подводя итог, могу сказать, что... Сейчас я сижу на кухне, на компьютере моего папы. Вернее сказать, на его мониторе. Просто потому, что, оказывается, на новых видеокартах нет в VGA. Топ сомневался. На моей видеокарте стоит только дисплей-порт и HDMI. Причем он даже один. То есть, три дисплей-порта и HDMI. И, типа, в ближайшее время я пока посижу тут. И, кстати, сейчас я записываю голос не со своего микрофона. Я записываю с веб-камеры. И, на самом деле, это боль, печаль, обида. Но могу сказать так, что... Division 2 Ultra 60 fps шикарно. Так что, ждите ролик сравнения 960 с 1660. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем до скорых встреч. Всем удачи. Всем пока-пока-пока.